вообще по-хорошему конечно надо нашарашить все в сухомяточку но это будет очень долго очень нудно поэтому просто 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 натрешь на трешку влаги немного натрешь по-хорошему тоже оно должно быть достаточно равномерно можно допустим натереть на тебе а потом просто перераспределишь перераспределишь достаточно такой монотонный вертикально они у нас чуть-чуть кстати можно и и быстрее будут и печаль ну все то же самое давайте по большому счету нам уже глава не нужно может быть когда-нибудь вот это вот англескую окна коричневая в цветелке будет круто да 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 сам правильно причем можно и даже протереть вот значит смотришь где у нас линия горизонта на чуть ниже середины холста но она чуть ниже середины холста набросала эта часть у нас в деревьях начинаешь потихонечку натирать насухо сухотером сухотером натирать сюда то есть идея какая ты постепенно увеличиваешь нагнетаешь цвет постепенно то есть краски практически нет краски практически нет и по большому счету у тебя идет в принципе одна и та же один и тот же тон то есть ты его практически не меняешь этот он просто количество краски постепенно возрастает но сначала вот от мутных от мутных от мутных очертаний значит вот эти вот вырезы у нас для кушек деревьев вырезанности они не могут идти речь вот здесь поскольку у тебя вот на кисточке смотри достаточно слабый тон переходишь в этом в этом место да здесь набросало вот эти дальние там два дерева набрасываешь 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 в вертикальные вертикальные пустые вот этими движениями даже чертишь себе картинку да сам рисунок это озерцо внизу тут камыши хорошо покажи мне как это делать я хочу да ну отлично молодец в общем у нас тут еще есть преимущество допустим если где-то мы промахнулись мы потом уже где-то зайти какими-то светлыми места но желательно вот тот фон сохранять то есть почему я уверен что нужно идти вот потихонечка во натирание не сразу пытаться допустим уже увидеть какие-то деревья и всю картинку вот в этом еле-еле уловимой мутной размытости то есть усилить ее это всегда всегда успеешь если можно это переборщить но потом как бы зайти сюда цветом но уже техника если мы вот эту пробую технику то это вот вот такое вот потихонечка муторная нудная можно допустим вот сюда внизу покажу что там удачно можно сюда зайти да и все поправить вот в этом свете сюда зайти но смысл того что делается уже немножко не тот как раз уловить вот эти вот тонкости полутоновые кстати если ты их освоишь изначально вот сейчас вот в этой картинке значит у тебя с написанием дальнего плана вообще никогда не будет никаких проблем я вижу здесь здесь вижу кустики какие-то озерные здесь продолжение поляны да дальше вижу вот эти вот кусты освещенные вот здесь вот солнцем что делать с отработанными кистями она если надо смотреть протерла тебе до фонового цвета если надо подогнать веточку сделать какую-то ее более изящную и если надо сам стволик еще и начертить вот много краски вытер пенечек смотри 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 и выберите изящный стволик как столько может работать смотри да вот где-то где-то если залезло но там не надо и уже и какие-то смотри и травинки былин видишь волшебная кисточка вот такая на попробуй столбик вот здесь вот у нас если хочешь если хочешь от мостик на питание вот тебе этот столбик один-второй вот тебе даже вот эти вот канаты вот это может быть подвесной так смотри под мостиком у нас значит должно быть темно ты имеешь ввиду туда потому что если это дорога то мы вообще все теряем здесь смысл у нас же линия горизонта а дорогу ты поднимаешь просто выше линии горизонта я просто из-за этого сюда под мостиком ти медь мой а так а так а а а что там тоже дай какой-то там лесочек был возьми эту лужу разлить да камышами вот тут у тебя вот эта дорожка которая заходит мой мысик мысик да а тут это озеро ну и здесь какой-нибудь есть ты хочешь мыси может быть не таким длинным то есть по композиции потому что так она разделена какая как тын тын в на равные части она не сильно прикольный в любом случае всегда потом останется шанс и он не будет себя сильно сверху а когда нам в конечном итоге понадобится уже свет тогда уже мы запустим где-то мастеринка и 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 попался но обязательно который может потом перекрыться какими-то листьями которые попали на год закончился бережок кексы и закончится бережок тик сверх но заканчивается отражение закончились темными попал свет моментально можно вот дерево тень положить сюда не тень отражение вот здесь бережок закончился и что у нас там лодочка сначала свет попал а потом уже и лодочками пишет ну если пишут и так есть умельцы они так пишут сначала а у меня не морусил голову не надо вот если 5 5 5 основных цветов просто освоить их вот потому что заблудишься что где и 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 не получаются такие техники, да? Почему не получаются? Ну, мне кажется, что они будут быть яркими, а вот это за черную крышу, что они будут влечены. Так, я вопрос не понял. Переформулируй, я просто не думаю, это не догнал. Такие техники уже много начинают влечать. Нет, много, они полярные. Просто ты не обращаешь внимания, что это написано именно так. Я сейчас тебе покажу. Написание. Работа в ТОНЕ, я еще раз повторяю, в ТОНЕ. Супер. Давай, 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 давай. Мышё теперь ещё добавим. Пуфу. 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 Супер. Мастер. Пуфу. 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 Пуфу.